И у вас. Ну, да, у меня, у меня, да. Ну, да, правильно, не в вашем курсе, а уже четвертый, вы уже посвященный, можно сказать. Мне кажется, посвящение заканчивается, когда вы посвятили предыдущего, когда вы уже посвятили, посвятили. И когда статьи напишем, и когда прям... Ну, может быть, очень тверднее. А вас требуется участие некоторое там. Ну, хорошо, ладно. Если я буду держаться на ногах... Ну, шучу. Конечно, не облегчительная злопинка. Потому что у тебя там может... Программка интенсивная довольно-таки выглядит. Ладно, посмотрите. А может мне не выйдут. Так, ладно, давайте, значит, мы начнем с того, что подрежем некоторые итоги. Значит... Мы с вами, по сути дела, решили прямую задачу рассеяния. Да, то есть... Мы нашли функции ЙОСТ. Значит... Мы... для них сформулировали треугольное представление. И... Для игра этого представления записали уравнение для Гейса до Мартиха Лебетана. Решили это уравнение. Ну и, собственно, тем самым определили функции ЙОСТ. Значит... мы это сделали при Т равное нулю в нулевой момент времени. И при любом Т. При произвольном Т. Вот... Ну и в результате у нас получились следующие формулы. Так... Ладно... Так... Мы для правого, да? Значит, вот... Ядро КРХХ у нас выражается вот в таком виде. Ну, кстати, тут и КР точно в таком же виде. Так... Давайте... Может быть и так для КР я просто показывал, а для КР, ну вот, сейчас, как бы, сообщают, что x у них одинаковый. Т.е. Это ДВОЕ ХХ от логарифма до терминанта. с некоторой матрицей V, которая имеет два значка R и L. Мы вроде бы без значков писали, но теперь, когда мы пишем для правого и левого, значит, будем писать значки. Так, что это за матрица? V, R, L, R — матричный элемент. Мы его получаем на прошлой версии, это ΔLN плюс NR, так, R на верху писали, да? NR, NR, значит, R. Значит, E в степени минус Капа L плюс Капа N х и поделить на Капа L плюс Капа N. Вот. Значит, если у нас... Ну, давайте ладос для первого раза напишем, а потом подумаем, как это нам более компактно означать. Если рассеяние левое, то вот эта матрица точно так же она получается. Способ тот же самый, но там форму несколько другие, поэтому некоторые отличия в знаках возникают. Значит, V, L, L, N — это ΔLN плюс N, L, N. Так, ну вот здесь давайте-ка подчеркнем, что вот от нуля, да, то есть это в нулевой момент времени. Вот эти значения берутся при T равно нулю. Значит, нолик означает, что M, N берутся в нулевой момент времени, а вся зависимость от времени вот учтена в экспоненте. Вот это 8 Капа в кубе T. Ну и здесь точно так же, значит, E в степени Капа L плюс Капа M, знак другой будет, X, и здесь другой знак, 8 Капа M в кубе T, и, значит, Капа L плюс Капа L. Вот. Ну, как видите, матричные элементы — это экспоненты, ну, то дельта — символы или экспоненты. Вот. А чтобы найти ядро треугольного представления, вот надо взять вот там вот детерминант, потом логарифм, потом производную по X. И мы тем самым ядро получим. Ну вот видно, что эти два выражения можно записать, значит, вот в каком-то единообразном виде, если использовать вместо значков R и L какие-нибудь там плюс-минус там, да, вот здесь вот, скажем, так. Ну вот давайте так, вот я просто тут обозначение. Ну давайте так, вот когда L плюс, вот по этому значку будем судить. То есть можно и по этому, а мы будем вот по этому знаку, да. Вот, значит, здесь плюс, когда L это плюс, здесь минус, да, перед T. А когда L вот здесь на перед X минус, а перед T наоборот плюс. Значит, вот эти оба случая можно единообразно записать вот так, значит, плюс-минус, значит, здесь тоже плюс-минус, а здесь наоборот минус-плюс. Вот. То есть плюс соответствует значку L, а минус значку L. да, по-моему, наоборот минус-плюс, да, по-моему, наоборот минус-плюс, да, по-моему, наоборот. Вот так. Вот формула. Ну тут тоже можно, в принципе, тоже значки плюс-минус поставить, но это уже как бы... Ладно, здесь давайте оставим. То есть L соответствует плюс, а R минус. Просто договоримся и будем получать. Ну вот. То есть это вот результат, тот результат, который нам понадобится. То есть если K известна, то K известна, да, то K известна и функция известна. Ну вот вопрос, теперь, нам же функции Йостер в нашей теории, да, это вспомогательные вещи, да. Вот если бы мы там одномерной теорией рассеяния занимались, то это было бы основные вещи, да, по сути дела главные функции, значит, при одномерном рассеянии, вот. А здесь они вспомогательные. Нас интересует обратная задача рассеяния. Как, зная волновые функции, функции Йоста, да, восстановить потенциал. А потенциал, ну помню, в нашей задаче, это и есть решение уравнения Картевега-дефриза. То есть твой потенциал играет вот та самая функция УАК-ХТ, которая является решением Картевега-дефриза. Ну и вот ответ на этот вопрос, как зная, значит, волновые функции, а нам, по сути дела, даже не с сами функции Йоста понадобятся, а ядра треугольного представления понадобятся. Вот. Значит, то есть вот эти вот, КРЛ. Значит, и вот, зная эти КРЛ, оказывается, можно восстановить потенциал, а именно, если воспользоваться формулой обращения. Так, поражем следующий. Формула обращения. Формула обращения. Ну, вот сразу же скажу, что существует несколько выводов формулы обращения. Значит, я во всяком случае знаю штуки внутренние, да? Две, два, точек. Так, вот. Ну, мы с вами используем самое простое, хотя, может быть, он не самый стройный. Вот. То есть там, конечно, надо некие обоснования будет делать, которые мы опустим. Вот. Но, тем не менее, вот, как бы, на физическом уровне строгости мы эту формулу выведем. Итак, рассмотрим треугольное представление для функции Йоста Пси1. Икс, да? Равно Е в степени ИКХ Плюс 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 Итеграл Значит, от Х до бесконечности ДХ' К Р Значит, ИС Х' На Е в степени Значит, ИКХ' ИКХ' Ну, и, кстати, отметим, что, значит, вот это ядро, мы уже об этом говорили, здесь нам понадобится, что вот ядро КАР, там, ИС, ИКХ' ИКХ, значит, стремится к нулю, да, вот эта функция при ИКХ, стремящемся, там, ну, что тут плюс бесконечности, да, бесконечности. Вот. Ну, собственно, понятно, почему, поскольку, скажем, экспоненты, там, стремятся к нулю, логарифм единицы тогда остается, да, детерминат произведения диагональных элементов единица, значит, это 0, д д д д д д Х' Ну, вот, давайте возьмем и проинтегрируем, надо выражать вот этот вот интеграл, да, который здесь стоит, по частям возьмем. Д д д д, да, ЭКХ wyglеро «у-у», да, а КР это, соответственно, В. Тогда, значит, Ψ1, X, H, это E в степени ИКХ, дальше У на В, а В это у нас E в степени ИКХ'. Ну, давайте пока пределы оставим так, значит, плюс, там, да, плюс единица на ИК, да, E в степени ИКХ', там, говорят, ХХ'. Мы на пределах интегрированы, значит, нижний Х в верхнюю бесконечность. Ну и минус наоборот. Минус наоборот, значит, единица на ИК, вот этот можете, от Х до бесконечности, там, ДХ' Ну, давайте так напишем, ИКХ', а здесь ДКХ' Вот, ДВ, ДВ, значит, вот эта производная, она ДХ' Ну вот, а теперь смотрите, на верхнем пределе, да, это 0, а на нижнем, ну, просто экспонента, да, значит, вот здесь, давайте я вот прямо, вот здесь. Раз нижний появляется знак минус, да, Х' уходит, и появляется вот та самая функция КХХ, да, которая стоит вот здесь, которая нам известна. Так, ну вот, дальше мы можем проинтегрировать второе слагаемое по частям, ну, последнее слагаемое по частям. Что нам из этого надо понять? Нам из этого надо понять, в какой степени будут следующие члены, да, ну вот смотрите, мы проинтегрировали по частям, вылезла 1 единица на К, да, то есть в какой степени по К будут члены интегрированы. Значит, если мы еще один раз, вот так вот, да, тоже вот этот, ДВ, еще раз, по частям будет единица на ИК в квадрате, да, и так далее, то есть каждое интегрирование по частям дает нам множитель единицы на ИК, да, какую-то степень единица на ИК. То есть, вот, в результате мы получаем некоторый ряд, значит, вот это нулевой член ряда, да, единица на ИК в нулевой степени, дальше первый член ряда, дальше там следующий член минус, там, единица на ИК в квадрате, там, на что-то, там, ну и плюсы так далее, да, вот такого типа ряда. По степеням единица на К. Вот. То есть и таким образом, вот, выполняя бесконечное количество интегрирований по частям, мы получаем некое разложение в ряд. Ну, да, для наших целей достаточно только первых двух членов, да, вот этот, вот этот, вот этот. Ну, тем не менее, значит, оно нам известно, мы его не зря были, мы им уже там попользовались несколько раз, и вот здесь еще воспользуемся. Значит, ну, вот, давайте его вспомним, значит, Пси один, там, ИК, это вот что, это единица, минус единица на ИК. Интеграл, значит, от икса до бесконечности, так, от икса до бесконечности, д икштрих, у, там, ну, у меня здесь, да, икштрих, вот, икштрих, икштрих, да, на е в степени икс, да, то есть видно, что если мы икс устремляем к бесконечности, у нас правильная асимптотика будет, вот эта, е в степени икс. Дальше, плюс единица на 2 икс, значит, интеграл от икс до бесконечности, д икштрих, ун от икштрих, е, так, все один, значит, икс штрих. Ну, вот тут, вот тут, под интегралами я аргумент Ка не пишу, понятно, что он есть, значит, на е в степени икс штрих, и на другую экспонент Ка, и скобочки, давайте, и скобочки, на е в степени икс с минусом, с минусом. Вот, это интегральное уравнение для функции Йостров Си-1. Ну, более того, мы это интегральное уравнение тоже уже решали методом итерации. Вот, вспоминайте, когда там всякие свойства изучали, функции Йостров, мы методом итерации решали это уравнение, то есть брали в качестве нулевого приближения в Си-1, там, нулевое, вот эту экспоненту, е в степени икс, там, подставляли вот сюда, вместо Си-1, да, получали какое-то там, значит, какое-то выражение, потом брали результат в первом, вот, все один в первом приближении, да, получали, потом этот результат подставляли, там, ну и их тоже получали некоторый ряд по степеням Ка. Ну, давайте вот результат нулевого приближения подставим, значит, вот сюда надо подставить е в степени икс штрих, и оно вот с этой экспонентой сократится, значит, то есть в первом приближении вот здесь не будет ничего, да, вот останется это экспонентом, а вот здесь у нас появится двоечка, вот если мы подставим, тут будет два икс штриха, да, вот. Дальше, ну, то есть, если подставить, значит, этот, вот этот результат, вот, в то вообще... Что? Что? У нас тут фенолевое наше икс. Так мы же под интеграл ставим аргумент, это все один, все один аргумент икштрих, поэтому мы, да, то есть вот под интегралом стоит вот что, икштрих, значит, и нул пункт икштрих. Теперь, если вот это будет первый результат, значит, если результат первого приближения, значит, если его поставить снова в интегральное уравнение, под интеграл, мы видим, что у нас опять за счет вот этих ик, да, да и там ик, то есть появится ик в квадрате, кроме того, что уже было, да, появится ик в квадрате, ну, и так далее, и так далее, да, то есть, если результат второго приближения, подставить, то ик в квадрате появится. И мы опять получаем, значит, некоторый ряд по степеням, значит, ик. Ну, кроме того, мы можем оценить, значит, вот в квадрат этого члена, да, вот, от этого, в какой степени он будет, за счет, ну, опять, вот, опять интегрируя по частям, как раньше, да, вот это там, значит, ну, там, ДВ, а это у нас, да, то есть, мы видим, что если один раз проинтегрируя по частям, у нас вылезет ик, да, то есть это ик в квадрате будет. Будет 2 ик? Ну, правильно, ну, 2 ик, ну, в квадрате, на степени, 2 ик, вторая, минус 2, да, то есть вот эти члены уже минус второй степень. А вот этот член, ну, как и положено, это вот нулевой член плюс первый член по степеням единицы на к. Вот, то есть мы опять получили с вами, ну, то есть вот это, да, плюс, там член, там единица, там, ну, давайте ик, там, фойку можно, да, нести, там плюс, там, ну, и так далее, да, то есть опять получили некоторый ряд. То есть вот этот член плюс, вот следующий член, вот, то есть вот это, в принципе, рассуждение понятно, ну, как бы, чтобы их обосновать, надо это просто проделать аккуратно. Ну, в принципе, так вот все понятно. Вот, то есть мы получили два одинаковых ряда, да, одинаковых в смысле по степеням, да, одинаковых степенных ряда, и понятно, что эти два ряда будут совпадать, если будут совпадать коэффициенты перед одинаковыми степенями. Ну, вот, значит, давайте приравнуть коэффициенты, ну, вот, нулевая степень здесь экспонента, и здесь тоже экспонент. Коэффициенты единицы, значит, ну, все правильно. Нулевые члены экспонента. Дальше, при степени единицы на ик, да, так, при степени, так, стоп, я вот тут, кстати, тоже двоечку забыл, там-то я написал, так, два ик, вот. Ну, вот, при степени единицы ик, да, у нас здесь вот коэффициент такой, а здесь одна вторая интеграла. Ну, то есть, вот, приравнуем, так, приравнуем, и получаем, что одна вторая интеграла от икс до бесконечности, дэкс штрих, значит, у, ну, тут икс штрих, но в принципе, значит, у нас у зависит не только от икс штрих, но и от т может зависеть, да, в общем случае. Это никак, как бы, на наших рассуждениях не сказывается, то есть, вот, давайте напишем здесь зависимость от t, равно, ну, вот, поэтому, значит, е в степени, е в степени, е в степени, так, да, сократятся экспоненты, да, значит, равно просто КРХХ. Вот, значит, вот так. Вот, и теперь смотрите, КРХХ нам известно, вот, значит, а тут стоит У. Причем, нижний предел интегрирования у нас плавающий, да, то есть, х, мы можем по нижнему пределу продифференцировать, тогда у нас, значит, возникнет знак минус за счет того, что предел нижний, и мы в результате получаем, что У от х, да, ну, наверху, значит, дефиненцируем нижний предел, У от х, да, дальше на двоечку умножаем, на минус умножаем, да, минус 2, Д, там, по ДХ, там, К, ДХ. Все. Если КРХХ известно, оно известно, то тем самым мы находим УХТ. Это и есть формула вращения. Формула вращения. Как, зная ядро треугольного представления функции ЙОСТа, найти потенциал, на котором происходит рассею, то есть решение, уравнение партнерного определения. Ну, здесь вот R, индекс для левого, там изменится знак. Значит, УХТ равно 2, Д по ДХ, К, РХ. Точно так же все рассуждения проводятся. Значит, и получается такая. Вот эта формула обращения, они, собственно, нам дают решение в виде салитонов, мы сейчас их получим и проанализируем, да, вот, то есть позволяют восстановить потенциал по волновой функции, да, по функции ЙОСТа. Ну вот, вот. Ну и зная теперь решение уравнения Дельфанда, Марченко, Левитана, да, то есть вот то, что мы вот здесь получили, мы, зная зависимость от времени, то есть решая эволюционную задачу, мы теперь можем восстановить наш потенциал. То есть вот, собственно, вся идея метода обратной задачи рассеяния сводится вот к формуле обращения и вот к этим формулам для ядра интегрального представления функции ЙОСТа. Ну и теперь, значит, последний штрих нашей КПВ-теории, да, в методе обратной задачи рассеяния миллиметров В, это многосалитонные решения. Значит, параграф следующий. Многосалитонные решения уравнения подразделения Дельфанда. Многосалитонные решения уравнения подразделения Дельфанда. Да, ну, кстати, я еще вот, может быть, тут не напомнил, что вот эти n плюс-минус, они задаются чем? Они задаются коэффициентами рассеяния, да, то есть вот этими самыми функциями С и ЙОСТом, да, Д и ЙОСТом ОКТАВ. То есть вот n плюс, это для левого случая, да, значит, пропорционально С2,2 там в точке ИКПН на С1,2 с точкой, да, точка эта, производная пока польза, он же сам не искал порядок. Ну, а c, а n с минусом, там c1,1 стоит в числителе, да. Так, 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 ну, надо, может, выписать, чему равно c, вот эти, м. Да у нас есть? Есть, да, ну, ладно. Ладно. Итак, многосолитонное решение, ну, все, значит, оно, собственно, получено. Многосолитонное решение мы объединяем все вместе, да, вот эти две формулы, и их тоже можно записать вот так там, значит, плюс, минус, да, КРЛ, да, где x соответствует плюс, а минус f соответствует r. Ну, и подставляем теперь КРЛ, вот это вот туда, и подставляем вместо В плюс-минус явный вид вот этого, вот это вот выражение, в результате получается следующее выражение. Минус у нас соответствует r, минус соответствует r, точно так же, как здесь, да, значит, xt, значит, плюс-минус, равно плюс-минус, дальше здесь производная, да, здесь, ну, там, двойка, и производная тоже вторая, d2, вот dx дважды, так, вот логарифма, детерминанта, ну, вот такой вот матрицей. Вот это матрицей, переписываю, значит, delta ln плюс n плюс-минус n-ая от нуля, м Oui ct, значит, E b, minus, K, P, P, l плюс, K, P, Ñ x, значит, минус плюс 8 Это и есть многосолиторное решение уравнения Индексы L и M пробегают у нас значения 1,2 и так далее до M Это число плюсос коэффициента отражения или число нулей вот этой функции C1,2, K А, число нулей, значит нули у нас K, M, это I, K, P, L, K, P, M больше нуля Значит, M пробегает значение от 1 до M, число нулей Вот смотрите, число солитонов, вот это N солитонное решение Число солитонов определяется числом нулей Вот можно показать, но это, конечно, это уже, скажем, лучше всего такой анализ проводить на компьютере Просто задаете N, вставляете в какой-то математический пакет, какую-то там математику, например, да Значит, и смотрите, как там, ну, с течением времени, допустим, ведет себя система, да Ну, или там на X, стремящемся к бесконечности, да, вот То есть, и там видно, что возникает при удалении X или там Gt, стремящемся к бесконечности Возникает вот цепочка бегущих друг за другом целитонов Ну, конечно, надо еще там, если численно, то надо вот эти значения там, K, P, M прописывать Вот Они задают скорости и амплитуде движения солитонов, да, вот это K, P, L, K, P Ну вот То есть, вот это N солитонное решение, действительно, вот аналитическая формула для N солитонного решения Так что, если вы хотите там солитонное решение получить, допустим, 3-4 солитонное Вот, пожалуйста, вычисляйте определитель матрицы, логарифм и берите производство Ну, а мы давайте с вами рассмотрим простейшие случаи Во-первых, надо убедиться, что это решение, в случае, когда у нас N маленькое равно 1 Это решение дает нам односолитонное решение, да, односолитонное решение То есть, берем, добавляем, N большого равно 1 Тогда вот эта матрица Ну, я ее стер Ну, понятно, что она стоит вот под логарифмом, да То есть, эта матрица в этом плюс-минус Это что? Единица То есть, L равно N равно 1 у нас, да, везде Значит, это просто какая-то функция Единица Единица плюс N, там, 1 Ну, можно тут не писать, плюс-минус, да, 0 Ну, давайте, единичку не будем писать, а положим там Каппа 1, просто Каппа Значит, 2 Каппа Ну, и вот надо с прямым вычислением убедиться, что это действительно солитонно Ну, давайте это сделаем Так Ну, преобразуем еще вот эту матричу Давайте преобразуем Вот Запишем это дело в таком виде Значит, обозначим за V 4К 4К 4, 4, так 4, так Каппа Каппа 5, так Каппа Так, Каппа мы выносим Каппа в квадрате, да Каппа в квадрате, 4К То есть, мы Каппа выносим Дальше Дальше. За x0 обозначим вот что. Значит, минус плюс единица на 2капа. Так, раз 2капа вынесли, значит, вот здесь единица на 2капа. Логарифм. Сейчас я напишу, и вы увидите, откуда такие обозначения взялись. Логарифм. Ну, там, m минус минус 0 на 2капа. Ну и вот смотрите, если такие обозначения ввести, то у нас v будет равно единица плюс экспонента 2капа, дальше x минус vt и минус x0. Ну вот первые два слагаемых очевидно. 2капа вынесли. Да, вот тут как раз 4капа в квадрате vt. Теперь последнее тоже очевидно. Экспонент. Да. Экспонент. Ну, там 2капа сокращается. Экспонент от логарифма даёт вот одно что. А n равно 1 – это самая последняя корень? То есть k по последней, то есть k? Нет. Что такое n равно 1? Про что вопрос? n… 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 j… n… Это одноцелитонное решение. То есть смотрите. У нас же число полюсов может быть, мы там… от единицы до n большое. Вахмел в самый простейший случай один холь. Вот он. На комплексном поозрасте. Это и Капа, ну Капа-1, тут единичку опускаем, вот этот полюс, тогда получаем число полюсов, это число солитонов. Вот убедимся, что если один полюс, один солитон, вот тот самый, который нам известен, мы его в самом начале получаем. То есть проверяем, что у нас концы с концами-то сходятся, то есть можно получить одно солитонное решение из этого положения. Так, ну вот, теперь, ну давайте еще вот что, значит, обозначим за Кси, значит, х-вт, аминь, минус х-ноль, да, то есть то, что в скоках, ну давайте вы, ну уж там перепишите, а я здесь, чтобы доску экономить, вот так напишу, 2 капа Кси будет. Ну и так, еще, кстати, я забыл плюс-минус здесь, да, ну плюс-минус, вот это же, тоже надо вынести, да, плюс-минус, вот, а тут учел минус-плюс, так что все правильно. Вот, ну и теперь смотрите, вот это выражение мы можем преобразовать следующим образом. е в степени, без двоечки просто, плюс-минус Кси выносим за скобочку, в скобочке будет, там, е в степени минус, плюс, да, вот так, а это что такое? 2 капа Кси. Гиперболический. Да. То есть, ну, экспонента с плюсом, плюс экспонента с минусом. А капа у нас действительно будет. Ну да, да, капа действительно. То есть, это выражение, давайте вот так, можно записать вот этот результат, в это плюс-минус, можно записать вот так. Это два, е в степени плюс-минус Капа Си на гиперболический косинус. То есть, если пополам разделить, это будет гиперболический косинус, ну, значит, здесь как разделил, то умножил Капа Си. Ну, смотрите, если берем здесь минус, то здесь плюс, значит, экспонента с плюсом, плюс экспонента с минусом. Если здесь плюс, то здесь минус, экспонента с плюсом, плюс с минусом. Вот. Одно и то же. Значит, где? Ну и все, и теперь берем и подставляем вот в эту формулу. Значит, ум xt равно плюс минус d2dx дважды логарифма. Вот, вот от этого v плюс-минус, значит, 2e плюс-минус Капа Си. Так, ну, теперь логарифм произведения, это сумма, да, логарифмов, значит, будет минус-минус d2dx дважды, так, значит, логарифм 2 плюс минус Капа Си, да, логарифм 2. Вот, вот, экспонент этот. Плюс, 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 плюс логарифм гиперболического косминуса. Ну, дифференцируем, значит, смотрите, при двойном дифференцировании два первых члена зануляются, да, то есть логарифм Глоки при однократном дифференцировании, а Капа Си как линейная функция при двукратном дифференцировании. То есть это будет, там, плюс-минус, так, ой, я забыл, ой, я забыл. Так, значит, плюс-минус 2, d2 по dE дважды от логарифма sH, да, спасибо. Ну, дифференцируем, значит, разно плюс-минус 2, один раз дифференцируем, значит, остается d по dx, производная от логарифма, это единица на СиH, да, да, еще сложная функция, значит, Капа, гиперболический синус, Капа Си, да, то есть здесь у нас возникает d по dx гиперболического тангенса, Капа Си, а это чем уровень, производная от логарифма? То есть, единица на гиперболический косинус в квадрате, да? Такие же правила, такие же правила, как обычно? Да, 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 конечно. Ну, там, иногда со знаками, да, но в целом точно так же, да, то есть это значит Капа, то есть, ну, ладно, вот здесь напишу, то есть в результате получаем 2 Капа в квадрате, так, плюс-минус, плюс-минус, 2 Капа в квадрате, 1 Капа в квадрате еще отталгенса, да, то есть вот здесь Капа, да здесь Капа, да, 1 Капа отталгенса, да здесь Капа, на гиперболический косинус квадрате, Капа в квадрате, вот видим, что это та самая функция, единица на косинус гиперболический квадрате, которая у нас и была. Так что односолитонное решение получилось, но при этом видим, что, значит, ну, вот Кси я стер, да, ну, вот, давайте там, Кси у нас, это... Х-минус. Да, Х-минус ВТ, там, минус Х-минус, а В это 4 Капа в квадрате, да, то есть вот этот полис, он определяет скорость, он же определяет амплитуду, то есть ширину, ширина, дельта, это единица на Капа, и амплитуду, это вот 2 Капа в квадрате. То есть один параметр нам определяет, ну, весь солитон, амплитуду, ширину и скорость движения. Это однопараметрический солитон. И вот этот параметр, это именно полис. Ну, или там 0 в функции C1-0. Так что вот односолитонное решение получилось. Ну, так, давайте двухсолитонное выпишем, значит, вот с двухсолитонным очень удобно в компьютере играть, вот. То есть эту функцию просто можно построить там относительно элементарно. Давайте выпишем, ну, если будет интересно, вы там поиграетесь с этой формулой. Так, ну, собственно, давайте не все выпишем, а только матрицу В, да, которая, ну, вот, определителем стоит, да. А дальше, значит, если матрица В известна, там и терминант ее берем, и вторые производные, и МКУ набором. Так, чему равна матрица В для двухсолитонного решения? Для двухсолитонного решения. Так, ну, давайте, значит, теперь у нас L и N пробегают значения 1 и 2, да, вот. То есть матрица будет 2 на 2. Значит, V, L, N. Значит, 1, 1, это единичка, да. Дальше, плюс, там, L, плюс, минус 1, да, 0. Дальше, R и N равно 1, значит, E в степени, что там, плюс, минус 2 КП1, минус, плюс 8 КП1 в кубе Т на 2 КП1. Дальше, 1, 2, значит, Δ символ 0 равен, L равно N, это 0. Значит, остается M2, 2, да, M равно 2, значит, M минус 2, ну, а здесь вот экспоненты. Значит, E в степени плюс и минус КП2, X минус плюс 8 КП1, вот так, ну, КП2, да, N равно 2, да, вот здесь вот, здесь вот, в кубе. Дальше, 2, 1, значит, теперь L равно 2, N равно 1, значит, будет N плюс минус 1, N по единичке равно, на E в степени минус минус минус, КП1, ну, 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 КП1, ну Ну и, наконец, 2,2, это опять единица, n равно n, правило по двойке, единица, плюс n, 2, плюс, минус, ноль, е в степени плюс минус 2к по 2х минус плюс 8к по 2 в пункте d 2к по 2. Ну и все. И дальше очень легко подвергнуть эту формулу машинному анализу, что там просто при разных х, при разных т строите функции. И просто вы видите, что когда вы устремляете, допустим, x и t в бесконечность, то у вас возникают два бегущих друг с другом целиком. То есть вот такая картинка при больших х и при больших т, вы получите, что это один целиком и потом другой. Они разные будут? Да, разные, потому что… Разные будут? Да, да, да. Ну, если вы, конечно же, должны КПП1 и КПП2 разные задать, числа разные просто. И, значит, скорости разные будут. Вот. Значит, аналитически тоже это выражение можно проанализировать. Это несколько громоздко, но вот там какие-то соображения, как это сделать, в книжке Левну приведены. Просто можно асимптотики вот этой формулы сосчитать в явном виде, да, но это довольно громоздко для того, чтобы это на доске делать. Но вот если задаться целью, то да, можно асимптотики сосчитать и убедиться, что это вот два таких вот горба, движущиеся друг за другом на бесконечность. Вот. Ну, проще всего, конечно, это вот численно сделать. Ну, не численно, а вот графически. Графически, да. Ну, все, перерывчик, да? Да. Ну, старайтесь. Так. Ну, вот, собственно, мы эту задачку и решили. Видите, как долго мешали? Четыре, пять. Четыре, даже больше, наверное. Вот. Ну, зато там более или менее, без пропусков начисления. Конечно, может быть строгостью такой, чисто математической, мы там где-то и пожертвовали. Вот. Но зато зачисление достаточно подробно проведу. Все. Ну, дальше вот я что планирую, прежде чем закончить? Вот я не знаю, когда у меня Александр Сергеевич отберет занятия, и отберет ли вообще. Вот. То есть, вот сейчас, сегодня мы рассмотрим интегралы движения как-то редко до фрифа, и дальше планируется, ну, вот, там полтора, полторы или две, может быть, даже обзорных лекций. Про особенности метода обратной задачи рассеяния для уравнения синус-горжона или линейного уравнения шкеттики. Вот. Вот. И вот программа минимум будет выполнена. Значит, ну, в принципе, конечно, можно еще про что-нибудь рассказать, если будет время. Это самое главное у вас желание. Так что можем еще чуть-чуть, вот, как бы ниже, вот в этом состоянии. Так. Ну, ладно. Значит, вот, мы с вами убедились, что уравнение Картейберга-Дфлиза является точно интегрированным уравнением. В том смысле, что можно, значит, найти его n-советонное решение методом обратной задачи рассеяния. И вот те уравнения, которые интегрируются методом обратной задачи рассеяния, имеют бесконечное количество интегралов движения. Вот. И, значит, вот теперь все эти интегралы движения получены. Значит, параграф следующий. Интегралы движения, ну, там, для уравнения Картейберга-Дфлиза, для уравнения КДВ. Итак, мы убедились, что можно, применяя метод обратной задачи рассеяния, решить уравнение Картейберга-Дфлиза. А теперь убедимся, что, значит, это уравнение имеет бесконечное количество интегралов движения, тоже используя результаты нашего анализа в рамках метода обратной задачи рассеяния. Ну, итак, напомню, чтобы Картейберга-Дфлиза, это уравнение, мы уже его, наверное, забыли, да, значит, эволюционный член, линейный член и, значит, член содержащий дискерсию. Вот в такой комбинации дают ноль. Значит, это уравнение Картейберга-Дфлиза. Его решение, значит, мы только что нашли многосолитонное решение, вот это та самая функция, она же потенциал рассеяния, да, в методе обратной задачи. Вот. Ну, и напомню, что мы работаем в классе функции, там, где сама функция и любая ее производная по х, значит, спадают на бесконечность. Вот. То есть, n прибегает значение ноль, один, два и так далее. В принципе, будем работать в классе функций, где это выполняется при сколь угодно большом n. Сама функция тоже входит? Да, и сама функция, значит, нулевая производная – это сама функция. Значит, ну вот, дальше. Введем так называемые полиномиальные интегралы движения. Полиномиальные интегралы движения. То есть мы можем составить, значит, с функцией Лу и ее производных некоторые полиномота в какой-то произвольной степени. Ну, ладно, давайте степень мы укажем там. Ну и давайте какая-то n-ая степень, да, значит, которая содержит там у, у по х и так далее, там у по х, n-ая производная, да. В принципе, можно n только здесь писать, а здесь не писать, да. Вот. И дальше, если взять, проинтегрировать вот эту полиномну, там, от минус бесконечности до бесконечности, по х, по х, по х, мы получим, ну, какие-то функции и от t, да. То есть если по х интегрируем, у нас остается только зависимость от времени. Так вот, эти функции и от t будут называться полиномиальными интегралами движения, если di по dt, полная производная, равна нулю, ну или, соответственно, сама функция и от t равна нулю. То есть если полиномы такие, что у нас rt равна константа, то эти интегралы дают нам полиномиальные интегралы движения. Вот. Ну и вот давайте покажем, что количество этих полиномиальных интегралов движения бесконечно. Для этого воспользуемся тем методом обратной задачи рассеяния. Напишем уравнение на волновую функцию, на собственную функцию спектрального оператора, да, оператора структурного объявления. В таком виде просто переписали спектрального уравнения. Вот. Ну и, значит, мы с вами говорили, что в качестве функции Пси можно выбирать функцию ЙОСТР. Которая имеет следующие асимптофики. Значит, E в степени минус пико х при х не начинстве к минус бесконечности и, ну давайте, C1,2. Так, вот К у нас, напоминаю, что C1,2 не зависит от Т. Да, вот это важно. Давайте дальше будем даже обозначать, что C1,2, вот К, это какая-то функция А, К, которая не зависит от Т. Значит, от Т от времени зависимости здесь нет. На E в степени минус пико х, значит, плюс, плюс, там, C1,1 от К, на E в степени пико х. Значит, при х стремящемся к минус пико х. Будем считать, что К у нас вещественное, т.е. минус пико х. Значит, посмотрим случай вещественных К. Но тогда, поскольку потенциал у нас безотражательный, у нас коэффициент отражения, там, левый или правый, в данном случае нам правый интересен. То есть, К, который равен C1,1 от К на C1,2 от К, равен 0. То есть, мы вспоминаем, когда уравнение Гельфанда, Марчинда, Левитана решали, там были безотражательные потенциалы. Значит, коэффициент возражения равен 0, но, значит, равно 0, там, C1,1 К при вещественных К. Значит, вот этого второго члена нет у нас. Давайте его с преимуществом доски воспользуем. Так, второго члена нет. А здесь у нас ААТКА стоит. Т.е. вот такие асимптотики при вещественных К для безотражательных потенциалов. Ну, то есть, понятно, что две одинаковые экспоненты, да? То есть, что падало, то и прошло, по сути. Ну, теперь. Это вот один результат. Другой результат. Чтобы получить, как бы, другое представление Psi2, давайте запишем эту функцию Psi2 в другом виде. А именно, будем считать, что у нас, ну, вот там, значит, вот эта функция Psi, которая удовлетворяет его нормному уравнению, да, имеет вот такое представление. Это e в степени минус x, та же самая экспонента, да, что функция Psi2. На экспонент, ну, давайте я вот так напишу экспонента, от интеграла, от минус бесконечности dx, и Kt, так, вот у нас переменного интегрирования, ну, как мы z подозначим, какая-то функция, да, dz. Ну, вообще говоря, в зависимость от времени, здесь я чисто формально написал, да, то есть, в принципе, ее может и не быть, ее, как мы видим, нет, на самом деле, но формально можем считать. Ну, вот, и мы видим, что, да, H это вот некая функция там, которая играет роль волновой функции, да, то есть, вот, у нас была неизвестная функция Psi, если мы так пишем, неизвестная функция H. Ну, и мы видим, что если взять асимптотику x, стремящейся к минус бесконечности, да, вот так, плюс бесконечности, вот это вот, вторую асимптотику, то тогда у нас вот здесь, ну, Psi принимает вид вот этого экспонента на вот такую экспоненту, где стоит интеграл от минус бесконечности до бесконечности, да, то есть, и мы можем сравнить вот полученное выражение вот с этим выражением, да, то есть, и мы можем найти, чему равно а от k, как связаны между собой а от k и, значит, функция H. А от k, это просто экспонента, да, интеграл от минус бесконечности до бесконечности, хи k, t, z, dz, dz, вот так. Ну, вот, так, вот эта формула нам понадобится. Дальше. Ну, а дальше давайте получим уравнение для функции хи. для функции хи, пользуясь тем, что уравнение для функции Пси известно. Вот оно, уравнение Штурма-Лингвиля или одномерное уравнение Штурма-Лингвиля, что то же самое, да. Значит, ну, давайте, для этого нам надо производить считать си по ипс. Значит, ну, тут понятно произведение экспонент, это экспонента суммы, да, значит, будет минус ик, а производная вот интеграла по верхнему пределу, да, значит, это будет плюс, плюс хи, хи, ну, давайте так, так, k, t, ну, пока я буду так питать х, да, у нас инструментов дальше не будет. На ту же самую экспоненту, то есть на Пси, на Пси, да, вот. Понятно это, да? Да. Согласны, да? Производная Пси. Ну да, производная, первая производная. Ну, то есть экспонента, значит, дает нам саму функцию Пси, а производная от того, что под экспонентой стоит, дает нам скобочку. Так. Дальше Пси и Пси, вторая производная. Ну, значит, берем производную от скобочки, ну, давайте так, так, я вот, пусть дальше не буду аргумент писать на краткости, значит, это будет хи, хи, штрих, давайте, штрих производная по икс, хи штрих на Пси, да, плюс вот эта скобочка в квадрате на Пси, Пси штрих, да, Пси штрих, да, совершенно верно. Да, 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 если квадрат, то штрих не нужен. А, да, да. То есть, ну, тут без квадрата было Пси штрих, если квадрат, то не нужен штрих, да? Вот. Ну, то есть, что тут, если раскрыть, квадрат возвести, значит, это будет, что? Хи штрих, хи штрих, дальше минус К в квадрате, да, минус К в квадрате, плюс 2и К хи, плюс Х в квадрате на Си. Ну и всё, и теперь подставляем вот эту вторую производную уравнение, вот такое уравнение. Видим, что Пси сокращается, общий множитель, да, вот здесь Пси, во вторую производную Пси будет. Значит, у нас в результате получается вот что. В результате получается вот что. Так, К в квадрате с разными знаками может сократиться, да? Значит, и получится вот что. Так, Хи штрих, Хи штрих, так, в каком порядке? Ну, давайте вот так, вот так, минус, вот так, 2и К на Хи, и плюс квадратичный член, плюс квадрата, минус У. Ну, чего мы добились в формальной точке зрения, ну, как минимум уменьшили порядок, да, понизили порядок дифференциального уравнения. Было второго порядка для функции С и стало первым порядком. Ну, кроме того, вот это уравнение можно, его решение можно искать в виде степенного ряда по степеням единицы на К, ну, а точнее на 2 и К. То есть будем искать решение этого уравнения вот в таком виде. Значит, Хи равно сумма, сумма по n на единице до бесконечности. Так, какие-то функции Хи n, х, которые не зависят от К, да? На 2 и К в степне. Будем искать решение вот в таком виде. Ну, нам, собственно, не решительные уравнения надо, а как-то преобразовать там, да? Вот так, чтобы у нас возникли вот эти поленомы. И вот мы убедимся, что вот эти Хи n как раз и есть те поленомы, которые дают нам, значит, интегралы движения. Вот один в миниале. Вот. Ну или давайте выпишем несколько первых членов. Так. Еще что-то не сделаем-то. Ну ладно, давайте. Сотрудницы, ничего. Ну, у нас здесь вот. Можно же было верным дубном брать зависимость от Т? Ну, что? Ну, пусть она пока будет. Ее... Вот она так, вот так, для наглядности, да? То есть ее нет, конечно. Увидим, что нет. Ну, для наглядности. У нас уже было известно, что нет оттеров, куда вот пока поменяется экспонент. Да, 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 да. Ну, для наглядности. Мы же там батыр будем дефиницировать, да? Ну, вернее так, она тут как бы есть. Ну ладно, вот увидите, в каком смысле она здесь есть. Так, ну давайте выписываем первые члены. Значит, это будет хи 1 на 2 ик плюс хи 2 на 2 ик квадрат. Ну и что дальше делаем? Ну, подставляем в уравнение, да? То есть берем производную. Значит, хи штрих. Тоже как бы вот здесь штрихи появляются. Ну, давайте несколько членов купить. Значит, хи 1 на 2 ик плюс хи 2 штрих на 2 ик квадрате плюс хи 3 штрих на 2 ик в кубе. Ну, просто чтобы как бы нам удобнее было подставлять. Вот. И, значит, хи в квадрате, да? Хи в квадрате. Так, ну давайте. Вот хи 1 в квадрате на 2 ик квадрате плюс хи 1 на хи 2 на 2 ик квадрате плюс хи 1 на хи 2 на 2 ик квадрате плюс и так далее. Вот. Вот. Ну и подставляем уравнение. Подставляем уравнение. Значит, при этом у нас что получается? Когда мы подставляем уравнение, у нас получится, ну, и группируем члены при одинаковых степенях к, да? То есть вот что-то там будет на 1 на 2 ик, да? Ну, понятно, что равенство нулю осуществляется, когда каждая из столов, да, равна нулю. Поскольку все вот эти функции единицам на k в степени n линейно не зависит. Вот. Ну и тогда мы получаем в результате, приравнувая скобочки к нулю, да, получаем некую цепочку уравнений. Значит, ну давайте при степени нулевой, да, там, 2 ик в нулевой степени, да, то есть у нас самая, самая маленькая, так, единица на 2 ик. Самое маленькое значение показателей – это нулевая. Где она возникает? Вот когда здесь умножаем вот этот член, да, хи 1 на 2 ик, на 2 ик, и у еще нулевую степень, соответственно, да, значит, получаем вот, что хи, хи 1 равно, ну давайте, минус q, ну, то есть хи 1 равно минус. Да, теперь 2 ик тоже минус. Так, а, да, вот он, да, значит, минус, да, правильно. Вот. Дальше, в следующей степени единица на 2 ик. Ну, смотрим, значит, что здесь, во-первых, штрих возникает, да, хи 1 штрих. Дальше, вот отсюда у нас возникает хи 2, да, минус хи 2. Ну и все, остальное уже учтено. Дальше, 1 на 2 ик квадратик. Так, значит, хи 2 штрих. Вот, да, хи 2 штрих. Дальше, здесь минус хи 3, хи 3. Дальше, вот здесь возникает хи 1 в квадрате, да. Значит, хи в квадрате плюс хи 1 в квадрате. Ну, так, ну, что, ну ладно, в общем, в принципе, и так далее. Можете сами продолжить. Ну, вот, можно доказать, подставляя общее выражение, ну или углядеть вот в этой цепочке равенств, следующую редкую форму, то начиная там с l, с l равное 2, значит, то есть для l равное 2, 3 и так далее, да. Если мы рассмотрим степень 1 на 2 ик в степени l, да, справедливо, вот такая формула. Значит, хи l плюс 1 плюс сумма i плюс j, по тем и й, которые дают в сумме l, да, по тем и и ж, как иногда говорят, да, которые в сумме дают l. Я смеетесь живо, в физике только так вот эту букву. Значит, хи, 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 хи й, хи й, хи й, хи й, хи й, хи й, хи й. Вот, рекуррекция формула. Ну, давайте, вот, допустим, проверим, что она справедлива. начиная с этого члена, то есть когда у нас что? l равно 2, значит i плюс j равно 2. Ну тут возможна единственная комбинация такая, когда i равно 1, и j равно 1. Ну и тогда в сумме 1 слагаемое получается, и мы получаем, что х2 равно х1 на х1, х1 в квадрате, плюс х2. Ну вот оно, вот оно, переносим х3 и как раз получаем. Значит, при l, ну давайте, при l равное 3, значит, здесь вот такая комбинация, возможно, в двух случаях, когда i равно 1, j равно 2, и наоборот, i равно 2, j равно 1. Ну вот, в результате получаем, значит, х4. Ну давайте со штриха начнем. х3 штрих. Ну а здесь, значит, 1, 2, 2, 1, то есть два слагаемых в сумме, соответствующие вот этим перестановкам. И они одинаковые, да, то есть это плюс, там, 2, k1, k2. Ну можно непосредственно убедиться, что там, если подставить следующий член, так и получится. Ну вот, то есть вот такая регулярная формула справедливо. Дальше. Но, смотрите, мы, решая первое уравнение, вот это вот, получаем, что х1, вот отсюда, да, получаем, что х1 это минус у. Значит, х2, значит, из второго уравнения, х2 это, подставляем минус у, значит, минус у штрих, да, ну по х производной. Значит, х3 это, значит, минус у штрих, да, плюс х2, плюс у в квадрате, плюс у в квадрате, плюс у в квадрате. То есть мы видим, что как раз вот эти вот функции хи n это не что иное, как некие полиномы, да, то есть функции хи n это и есть полиномы, которые содержат, там, у, да, значит, у о икс, ну, там, в какой-то степени, да. Да, то есть хи и два штриха. Да, два штриха, правильно, значит, да, 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 совершенно делаем еще раз. Вот хи и два штриха, значит, у икс и так далее, да. То есть это и есть наши, ну, какие-то полиномы. Вот. Ну, кроме того, эти функции хи n обладают свойством, что, значит, при х, там, стремящемся к минус бесконечности, да, все вот эти функции хи n стремятся к нулю, поскольку у и все производные к нулю стремятся, да, по и полиному. Вот. Ну вот. Осталось, как бы, показать, что вот эти полиномы хи n действительно образуют те самые полиномиальные интегралы движения, то есть из этих хи n действительно получаются полиномиальные интегралы движения. А чтобы это показать, нам надо чем воспользоваться? Нам надо воспользоваться тем, что хи это риас, вот такой, да, с одной стороны, а с другой стороны через это хи мы вот АК можем выразить, да, вот этой формы. Ну-ка, которую мы там в самом начале получили. Ну и вот получается. То есть берем, значит, вот эти хи n подставляем вот в это выражение для ряда, а сам ряд подставляем вот сюда выражение для АК. После чего берем логарифм и дефиницируем по времени. Да? То есть вот, вот что делаем. Вот такую d по dt от логарифма АК. Значит, поскольку АК у нас не зависит от времени, то это ноль, конечно же, да, но с другой стороны это у нас вот что такое. Значит, раз логарифм берем, то это экспонент пропадает, значит, у нас будет d по dt от интегралов, называйте так, от суммы, сумму вынеснуть, n от единицы на бесконечности, единица на 2 и К в степени n тоже вынесем, да, а интегралов минус бесконечности, бесконечности, хи n, там, хи n, dt, д и д 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 Вот так. Ну и что у нас получается? У нас получается, что d по dc затаскиваем под знаки суммы, под 2 и k, и опять получается x по степеням 1 на 1 к в степени n равен 0. Ну а это означает, что каждый коэффициент, поскольку эти все функции линейно независимы, каждый коэффициент перед вот этой степенью 2 и k, 1 на 2 и k в степени n, должен равняться 0. Здесь вот какой, d по dc, интегратор мин бесконечности за бесконечности, hn, которое есть полинон, dx. Вспоминая, что hn полинон, подставляя сюда, мы как раз и получаем полиномиальный интеграл движения, бесконечное количество полиномиальных интегралов движений. То есть вот этот интеграл не зависит от времени, действительно, мы убедились, что он не зависит от времени, то есть полная производная по времени от него равна 0. То есть понятно, да? То есть в результате у нас получились вот такие полиномиальные интегралы движений. Ну вот, значит, убедились, что бесконечное количество интегралов движений. И все они вот какие-то такие, да, с помощью такой регулярной формы. Ну, либо там, да, вот, h1, h2, h3. Бесконечное количество. Но это еще не все. Мы можем среди этих интегралов движений просто нулевые выловить. То есть те, которые, например, так, я тут ноль написано, не может, константы, конечно, константы, константы. То есть в общем случае константы. Но можно выловить нули среди этих константов, когда вот эта константа обращается в ноль. То есть часть тоже бесконечное количество интегралов, просто нули. Ну давайте, значит, это сделать. Покажем, что все интегралы движения с четными номерами, ну там, например, π2m в одну ноль. Так, ну я вот тут, к сожалению, стёк... А, нет, вот не стёк, хорошо, не стёк. Значит, то есть вернемся вот к этому уравнению, к уравнению для φ. Давайте, ну, как видим, функция х, вообще говоря, комплексная, уравнение тоже комплексное. Вот мнимая единица тут содержится. Вот. Давайте выделим реальную и мнимую часть в этом уравнении. Выделим реальную и мнимую часть в этом уравнении. То есть положим х равно альфа плюс х и b. И напишем, ну, значит, альфа – это реальная часть, х и b – это мнимая. И напишем уравнение, мы подставим сюда, да, и приравняем нулю, соответственно, реальную и мнимую часть, и вот получена после подстановки уравнение. Итак, значит, реальная часть, что нам даёт? Альфа-штрих, дальше 2i на i, значит, плюс 2kβ, так, плюс, так, альфа-штрих, да, минус бета в квадрате, да, значит, плюс альфа в квадрате минус бета в квадрате, минус у, минус у, так, ну, у, у. У насколько действительно множите, да? Что? У только действительно множите, да. У вещественное – это же решение КГВ. Альфа-штрих. Вещественная функция – в квадрате, но ноль. Дальше. Мнимая часть. Бета штрих минус 2k альфа и тут 2 альфа бета. Значит, плюс 2 альфа бета. Ну вот, для наших целей достаточно рассмотреть только вторую, для мимой части. Значит, так. Давайте вот эти я оставлю. Для примера всяких пригодятся. Может, постирать уже. Значит, из второго уравнения... Да, и, кстати, обратите внимание, что когда мы х устремляем к плюс-минус бесконечности, у нас х стремится к нулю, да? Оно из хермы построено. А хермы стремятся к нулю к х. Плюс-минус бесконечности. А значит, и альфа и бета тоже стремятся к нулю. Но бесконечности. И тогда мы из второго уравнения находим, что альфа у нас равно. Альфа равно, значит, что там минус бета штрих на... Да, раз минус, то это когда бета минус к, да? Бета минус к. Ну, к у нас константа. Значит, мы вот это выражение можем записать вот так. Бета минус к штрих. А это не что иное, как d по dx штрих. Это d по dx, ну, плюс-минус, а еще можно... А, двойка, да, совершенно верно. Двойка какая-то. Сколько надо? Десятого. Значит, d по dx. Так, тогда одна вторая. Дальний раз одна вторая. d по dx от логарифма... Модуля. Дальний раз. Дальний раз. Дальний раз. Под логарифмом положительная величина должна. Поэтому модуль ставим. Вот, теперь это с одной стороны, с другой стороны, с другой стороны мы можем вспомнить, что х у нас это вот такой ряд, и у нас вещественная часть получается, когда степень n черная. То есть, когда n 2l, допустим, то тогда у нас получается вещественная часть, а вещественная часть х это альфа, значит, для альфа мы можем записать вот такое выражение. Это сумма, ну давайте раз по l, так по l, l единица до бесконечности хинь 2l на 2 и k в степени 2l. Ну и тогда, если мы теперь рассмотрим интегралы движения с индексом 2l, то есть имя 2l будет равно интеграл от минус бесконечности до бесконечности. Дальше. Значит, P – это хим у нас, хим 2l. Так, ну ладно, к этому еще придем. Ладно, так, давайте. Да, то есть просто давайте пока проинтегрируем вот это. То есть мы там придем еще к этому выражению, но пока давайте сейчас просто проинтегрируем. Вот. Да, то есть вот это выражение проинтегрируем. Значит, у нас получается вот что. Интеграл от минус бесконечности до бесконечности αdx – это с одной стороны. что такое? Это минус одна вторая интеграла от минус бесконечности до бесконечности dx, d2dx от логарифма модуля, модуля, бета минус k. Почему это? Значит, минус одна вторая, логарифма модуля, бета минус k, если делать интегрирование. Почему k константа, а бета спадает. Конечно, то есть бета наверху 0, мы получаем логарифм модуль k минус логарифм модуль k. То есть это одно логарифм минус логарифм от одного же модуля k. То есть это постоянное число на пределах интегрирования, поэтому много. Вот. Но с другой стороны мы можем α расписать тот же самый ряд, можем расписать, используя вот это выражение, разложение для α. С другой стороны этот же ряд, это же выражение, этот же интеграл равен вот такому ряду. Значит, сумма по l единице до бесконечности х2l на 2 и k 2l, интеграл от минус бесконечности до бесконечности х2l dx. Значит, это равно 0, как мы с вами установили. Значит, оно равно 0, когда равны 0 интегралы. Престанты для них равны 0. Значит, эти интегралы есть и 2l. Интеграл от минус бесконечности до бесконечности х2l dx равны 0. Вот мы и доказали то, что требовалось, что интегралы с чётными номерами, интегралы движения с чётными номерами, это просто нули. Равны 0. Престанты для них равны 0. Значит, отлично от нуля только интегралы с нечётными номерами. Ну, кстати, в этом легко убедиться. Например, вот рассмотрим, например, E2. E2, это интеграл от минус бесконечности до бесконечности х2 dx. Ну, это минус, а E2, это U', да? Интеграл от минус бесконечности до бесконечности dx, U', U', значит, это U на пределах, а это 0. Ну, а интегралы E1, это минус, интеграл от бесконечности до бесконечности u dx, и E3. Они нам сейчас понадобятся, поэтому я их выписываю. Значит, E3. Ну, вот смотрите, здесь H3 стоит, да? Ну, первый член, это вторая производная. Мы просто интегрируем, и на бесконечности это опять 0 будет, да? У штрих на бесконечности. Значит, будет интеграл от минус бесконечности до бесконечности u в квадрате. u в квадрате dx dx. То есть вот первых два нинулировых литократа. Так что вот очень важный вывод, и этот вывод, вообще говоря, для справедливых для всех интегрируемых методом уградных задач рассеяния уравнений, что такие уравнения содержат бесконечное количество интегралов, имеют бесконечное количество интегралов движений. Вот таких полиномиальных интегралов движений. Это относится как бы ко всем уравнений. А там всегда не чёрные или у нас так хорошо? Нет, это вот для КДВ. Там в каждом отдельном случае надо своё исследование. Для КДВ в остальных случаях там может по-разному быть. Главное, что бесконечное количество. Вот это как бы один из важных результатов. И вообще говоря, один из признаков того, что задача может быть проинтегрирована методом обратных задач рассеяния, именно в этом и состоит. что если вам удалось найти вот эти, ну или доказать, что уравнение имеет бесконечное количество интегралов движения, то можно применять метод обратной задач рассеяния. Ну, ладно. Значит, ещё, в качестве ещё одного, то есть эти интегралы могут быть не обязательно полиномиальные. Значит, это могут быть и другие интегралы. Ну, сейчас мы уже заканчиваем. Так. Видимо. Что-то всё равно выводим. Так. То есть вы предлагаете как бы закончить и идти там к вечеру готовиться. Можно, да, так. Ну, хорошо. Нет, если вам удобно. Более что. Так. Ну, давайте в качестве такого примера интеграла движения, который не является полиномиальным, рассмотрим кинематический интеграл движения, который, ну, соответствует, ну, или так описывает движение центра массы. Ну, или центра тяжести целиком. Помните, в механике мы там вводили понятие центра масс, да? А здесь мы можем тоже ввести некий аналог этого центра масс, если считать, что, ну, вот, скажем, вот эти функции у у нас плотностью, например, являются. Соответственно, интеграл по ним даёт массу какую-то, да? Ну, вот рассмотрим такой интеграл, ну, вернее так, вот, по определению, значит, пусть у нас, ну, вот, в системе там много солитонов, несколько солитонов, да, вот, центром масс или центром тяжести солитонной, такой много солитонной системы, мы будем считать вот такую точку. Она, конечно, со временем может меняться, но, по определению, это вот что. Это единица, единица на i1, то есть, по сути дела, это масса, значит, знак здесь минус, но u тоже ведь может быть отрицательным, да? Поэтому тут, ну, плюс-минус, как бы, значит, не имеет значения, да? Вот. И один, а дальше вот что. На интеграл от минус бесконечности до бесконечности dx, x, да? Да, это координата, вся координатная лось, ну, на то же самое u, да? То есть, вот это, x на u, да, интегрируем, ну, то есть, масса на координату и на массу делим на полную, да? То есть, вот это, видно, что эта формула, она вот центра тяжести, да, центра масс, механической системы. Вот. Ну и давайте, да, i1 у нас константа, интеграл движения, значит, когда мы будем деференцировать, значит, это константа. Считаем i1 константа, да? Ну и давайте возьмём производную, то есть, найдём скорость движения центра массы. Найдём скорость движения центра массы. Значит, i1 константа, x от t тоже не зависит, значит, ну, когда мы вносим полную производную под интеграл, мы дифференцируем u только, но она тогда превращается в частную производную, да? То есть, это будет вот что, измениться на i1, интеграл минус бесконечности dx, x, u по t. Только u зависит от времени. Значит, значит, u удовлетворяет уравнение картериада для фриза. Значит, u по t минус 6, u минус пол x плюс u, x, x равняем у u. То есть, мы можем отсюда записать, что u по t это, ну, давайте так, d по x, да? d по x, 3, 3, u в квадрате, да? Согласны? То есть, переносим в другую сторону и d по dx общая производная, значит. Ну, тогда подставляем это выражение вот сюда, в скорость, значит, получаем 1 на e1, минус бесконечность, бесконечность, dx, x, dx, 3, u в квадрате, минус, u в x, так. Ну, и интегрируем по частям. Интегрируем по частям. Значит, ну, то есть, вот это у нас с dx, это там, там, что, dv, а это, да? Q на dv, значит, du будет просто dx, да? А v, а v это будет вот, просто скобочка, да? Получаем. Ну, и понятно, что на пределах интегрирования u на v, поскольку, ну, ну, то есть, это x на 3, ну, в квадрате, минус, минус, минус x, x. Так, нужно делать интегрирование. Так. Минус, так, минус единица на e1. Минус единица на e1, интеграл, от минус бесконечности до бесконечности. Значит, v на du, но смотрите, v у нас останется только что. Вот этот второй интеграл со второй производной равен нулю. Он просто берется, ну, мы с вами уже брали, да? На пределах интегрирования будет ноль, да? Вот это обратится в ноль. Значит, останется только 3, 3, u в квадрате, на 3x. То есть понятно, да, что второй интеграл, ну, просто тут, ну, еще слагаемое, оно интегрируется, да? Это u от x на пределах интегрирования. Это ноль. Значит, теперь что делать с первым слагаемым? Ну, кажется, x у нас и на плюс-минус бесконечности возрастает, но с другой стороны вот этот множитель падает. Ну, на самом деле вот у нас падение для всех солитонных решений на бесконечности экспоненциальное. То есть вот эта скобка спадает на бесконечности как экспонент. Ну, понятно, что экспонент завязает любую степь. Значит, поэтому это тоже ноль. И в результате у нас получается очень симпатичное выражение для vc. Это минус 3. И дальше. Интеграла в квадрате. Да. Интеграла в квадрате. Интеграла в квадрате. Это и 3. И 3, конечно. И 3. На u 1. На i 1. Что равно ноль констант. То есть центр масс у нас, центр массы литонной системы движется с постоянной скоростью. Тоже очень интересный результат, который как раз делает похожую систему солитонов на систему частиц. То есть свободная система частиц. Вот таким образом всегда ее ведет. Ну вот. А поскольку vc это dxc по dt, то закон движения центра масс мы тоже можем легко найти. Да. Просто вот подставляем вот это vc сюда. Интегрируем во времени. Поскольку vc константа, мы получим, что xc за dt равно vc на t плюс... Ну тут какая-то константа x ну и воина. То есть 0 константа интегрирования. То есть центр масс движется равномерно примерно. Вот. Ну это можно записать тоже как интеграл движения. Если сделать вот тут минус, перенести, да? Перенести в пустуру вот так вот, да? То есть xc минус vc равно константа. Тоже интеграл движения. Вот это кинематический интеграл движения. То есть если полиномиальные, полиномиальные интегралы движения это аналог динамических интегралов движения, то вот здесь мы имеем дело с кинематическими интегралами движениями. Ну ладно, тогда, видимо, на сегодня мы закончим. В целом мы про КДВ закончили. Остался только, ну вот, обзор про особенности этого метода для нелинейного Шреддингера и для Синус Гордона. Ну мы его, видимо, на следующем занятии делаем. Ну ладно, значит, встретимся в 6 часов, да?